До 7 августа продолжается прием в магистратуру, до 14-го на очный платный бакалавриат и заочную форму обучения. Предварительные подсчеты показывают, что наибольшей популярностью пользуются социология, иностранный язык и статистика. При этом явно растет количество выпускников с интересом к естественным наукам. В этом году абитуриентов гораздо больше, чем в прошлом году. Много студентов, точнее абитуриентов, но мы надеемся будущих студентов, приходили в этом году очно, много подавали по почте. В этом году 4 варианта как минимум подачи документов у нас существует. Это личный кабинет, это госуслуги, это почта вуза и личный прием. Топ-дисциплин с самым высоким конкурсом не изменен экономика, инъяс, социология и юриспруденция. Нам нравится сфера юридическая, поэтому мы решили именно сюда подать. 4 года уже отучились и решили продолжить обучение в родных стенах. Очень хорошие педагоги, достаточно обширные, объемные знания давали. Впрочем, обозначать цифрами конкурсную ситуацию пока рано. Каждый абитуриент обычно подает документы одновременно в 5 вузов и на несколько направлений сразу. Проанализировать статистику возможно только после приказа о зачислении, после того, как сами прошедшие по баллам абитуриенты сделают свой выбор. Между тем остаются такие направления, поступление на которые практически гарантировано. Есть у нас направление подготовки, где с небольшим количеством баллов можно претендовать на бюджетное место. Это такие направления, как математика, математическое обеспечение администрирования информационных систем, техническая физика. Здесь широкое количество бюджетных мест, и если вы имеете в своем арсенале такие ЕГЭ, как русский, математика, информатика или физика, вот здесь мы ждем абитуриентов, потому что вы можете реально занять хорошее бюджетное место на перспективные специальности, имея не очень высокие баллы. Современные тенденции таковы, что некогда не самые популярные специальности сегодня добавляют. Будущие и нынешние студенты понимают перспективность дефицитных профессий. Обучаюсь на направлении химия. В будущем я смогу стать химиком, работать как в научной какой-то деятельности, так и, например, на каком-нибудь нефтезаводе. У меня очень широкий спектр возможностей, где я смогу работать, и в будущем для меня, скажем так, все дороги открыты. В этом учебном году в РГУ появилось сразу несколько новых направлений – статистика и судебно-прокурорское дело, а также перешедшие из Московского института культуры, дизайн, режиссура и социокультурная деятельность. Бюджетных мест по этим направлениям нет, только контрактные. Прием документов продолжается до 14 августа. Творческие же экзамены уже начались. Эти направления мы открываем впервые. Лицензию мы получили недавно, и для того, чтобы пройти аккредитацию, нужен первый набор, соответственно, мы его будем ждать. Но, тем не менее, уже та профессорско-преподавательский состав и та материальная база, которая должна быть, она постепенно формируется. Сейчас мы опираемся в основном на кафедру культурологии, которая уже ввела у нас определенные предметы и имеет опыт в этом. И вторая часть – это те преподаватели института культуры, которые тоже заинтересованы и, в общем-то, участвовали сейчас в их творческих испытаниях и, надеемся, будут нам помогать, когда мы начнем обучение. Пока что для подачи документов не требуется ни ПЦР-тестов, ни справок о вакцинации. Будут ли какие-то особые условия для студентов и преподавателей, зависит от восстановления соответствующих органов. В РГУ согласятся с любым решением. По каким правилам играть, впрочем, будет понятно лишь в сентябре. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».